Вот у нас получается третья уже лекция из цикла УЗИ урологии. Называется она УЗИ органов мошонки. Еще раз мои координаты, если нужно, записывайте, пользуйтесь, присылайте по WhatsApp, если нужна какая-то помощь, потому что мы все тут собираемся не только, чтобы послушать лекцию, мы еще для того, чтобы познакомиться, потому что это самый ценный ресурс. И у меня вот приятель учился два года в Лондонской экономической школе, и он говорил, что там им первое занятие сказали, что товарищи, господа, то, что мы вам здесь расскажем за эти два года, вы можете прислать в учебниках. Ваша самая главная задача здесь перезнакомиться, потому что вы разъедетесь по всему миру, вот эти личные контакты, они очень и очень пригодятся в будущем вашей работе, потому что очень многие вопросы проще лишить на личном уровне по звонку, чем куда-то обращаться в официальные инстанции. И та же самая идея, она прослеживается очень четко на всех европейских и американских конгрессах по урологии, тоже разбита на утреннюю и вечернюю сессию, и между утренней и вечерней дается два часа на нетворкинг, на ведение горизонтальных связей. И люди подходят, знакомятся очень легко, там, здравствуйте, вы откуда, а я вот отсюда, то я вот занимаюсь вот этим, а что у вас есть, а есть ли у вас робот да винчи, да, а кто у вас занимается эндоскопией и так далее. То есть, а какие вот цепароскопические операции делают, на чем вы делаете биопсию, то есть подходят, спрашивают вот очень там, свободно и это правильно, да, обмениваются визитками, обмениваются телефонами, ездят друг к другу на учебу и так далее. У нас почему-то с этим не очень хорошо, вот там это развито гораздо в большей степени. Вот, ну вот те книги, которые можно порекомендовать для изучения ультразвука, как я и говорил, они все написаны очень простым языком, авторы работают на мировую аудиторию, а не только для, собственно говоря, американцев, поэтому они хорошо написаны, очень хорошо структурированы и можно этим пользоваться даже, в общем-то, не особо хорошо зная английский язык. Вот, очень хорошая книга, вот третья, которая стоит, это «Ультразвук. Яичко для андрологов». Вот, очень подробно, очень интересно все описано. Ну и вот самое главное вообще, для изучения ультразвука книга, это вот «Карл Рубок». Опять же, сайт, про который я говорил, «Санавод», много лекций, очень наглядно, со слайдами, то есть все лекции построены как презентации. Да, тоже можно пользоваться бесплатно, надо только зарегистрироваться. Ну, показания к УЗИ-мошонке, они для нас для всех очевидны. Вот, да, любой вопрос, который возникает, он может быть разрешен с помощью УЗИ. Вот, это наличие объемных образований, наличие окульных опухолей при онкопоиске, допустим, если у нас есть метастазы неясной идеологии, наблюдение пермикокальцинозе, наблюдение перликемии, лимфомии, наличие опухоли второго яичка, боли в Мошонке, травма, крипторхизм, варикоцели. Ну, инфаркт яичка, это крайне редко бывает. Вот, нужно сказать, что, если вообще говорить о УЗИ-мошонке, то это, наверное, самое благодарное и самое интересное и самый такой вот УЗИ-мошонке. То есть, органы-мошонке самые, как это назвать-то, ну, не фотогеничные, соногеничные, да, для исследования. Потому что чувствительность ультразвукового исследования, она приближается к 100%. И этот метод, он точнее, чем КТ, чем МРТ. То есть, это вот такой уникальный орган, поверхностно расположенный, при котором УЗИ является ведущим методом диагностики. Впервые УЗИ было выполнено в 1974 году. Это вот Мискин и Бэйн, журнал клинической ультразвуковой диагностики, 1974 год. Ну, вот мы можем, посмотрев на это, понять, как нам повезло и насколько сейчас качество изображения лучше. Да, здесь показан гидронефроз, он буквой H обозначен. Вот, то, о чем говорила только что Любовь Санна, что картина, ультразвуковая диагностика, ультразвуковая картина должна быть интерпретирована с учетом анамнеза, с учетом жалоб и с учетом осмотра. То есть, это невозможно делать в отрыве от знания о том, что с пациентом было, что его привело к нам и так далее. О чем, к сожалению, забывают многие врачи, клиницисты, которые не делают УЗИ сами. Вот, я вот работая в приемном отделении с этим столкнулся, что не пишется, не то, что не пишется обоснование для УЗИ исследования, да, что я прошу исключить то или это. А даже подойти, объяснить, что ты хочешь от УЗИ, к сожалению, многие врачи, они не считают для себя это обязательным. То есть, врачи-гинекологи, хирурги, вот они это вот в списке ЭКГ, общий анализ мочи, УЗИ в брюшной полости. Да, причем ситуация же может быть совершенно разная и искать можно разные, да, и какие-то методы дополнительные использовать тоже, понимая, зачем ты это делаешь, а не формально выполняя просто там поручение, да. Вот, поэтому обязательно только вот будет результат, только если мы это все вот оцениваем в совокупности. Методика выполнения, она достаточно незамысловатая, но вот я когда вот эту лекцию готовил, показал жене, вот, она как раз вот посмотрел, говорит, надо же, как все просто-то оказывается. А я как лично мучаюсь, у меня вот эти вот органы, вот, мошонки, да, когда присылают, они вот как вот проваливаются между ног, приходится что-то придумывать, или они в руках держатся. В общем, в итоге, после того, как я показал вот эти вот картинки, она стала, так сказать, всех пациентов нашего 16-го корпуса приглашать со своим полотенцем. Вот, и очень удобно, то есть, оно, так сказать, все это кладется, и все это смотрится. Нужно понимать, что, опять же, мы используем поверхностный датчик, который хорошо, так сказать, визуализирует яичко, так сказать, с самого начала. То есть, у нас нет этой мертвой зоны между датчиком и исследуемым органом. Но, в некоторых случаях, либо нет такого датчика, есть датчик только 3,5 МГц, либо там визуализация не очень хорошая. И используется вот то, что называется акустическая линза. Я все время, у меня был один период времени, он был портативный УЗИ-аппарат. Локот, по-моему, SSD-650, она называлась. И там был только абдоминальный датчик, вот. Но, когда нужно было смотреть мошонку, я наливал воды в перчатку, и через перчатку прекрасно было все видно. Поэтому, если вот там где-то, или там, ну, бывает, что портативный аппарат, там, в реанимации, или где-то еще. То есть, можно этим воспользоваться. Вот, в Америке, вот видите, есть специальные такие прокладки, Аквафлекс, которые, вот, стоят 4 доллара штука. Да, которая позволяет, в общем-то, это сделать все более эстетично. Да, не так, ну, в крайнем случае, вот, можно использовать и тут, как капельник. Вот, что влияет на качество изображения, потому что, хоть мы говорим, что органы мошонки лучше всего видны, но есть тоже факторы, которые могут ухудшать визуализацию. Прежде всего, это вот кремастерный рефлекс, когда у нас производят спонтанное, неконтролируемое сокращение мышц, поднимающие яичко. Вот, у нас происходит утолщение кожи, сморщивание ее, из-за этого затухание ультразвуковых волн, резко снижается эхогенность яичко, видите, оно такое гипоэхогенное стало. Вот, не визуализируется кровоток в этой ситуации, да, появляются вот от склада кожи такие вот акустические тени. И было проведено исследование, вот, которое, так сказать, видите, у нас даже там в зависимости от толщины кожи мошонки показывают, насколько лучше визуализация структуры яичка при отсутствии вот этого сокращения мускулоскримастер. Да, то есть у нас вот на левом слайде 7 миллиметров толщина кожи, яичко видно плохо, и на правом слайде вот 4 миллиметра, когда у нас все прекрасно видно. Вот, такой существенный момент. Если это случилось, ну, можно что продолжить, либо там нагреть ель, погреть, чтобы он был теплый, да, как-то раз объективно, просто подождать, пока это сокращение мышцы пройдет. На схеме показано расположение яичек и придатков в норме, да, но при этом, да, и мы должны понимать, что нам еще очень удобно, то, что у нас правое яичко расположено рядом, и если у нас какая-то есть патология, мы всегда можем сравнить с вторым яичком, да, эхогенной спиренхемы, кровоток и так далее. И, в общем, рекомендуют начинать исследование со здорового яичка, чтобы понимать, как это должно выглядеть второе, да, и уже, так сказать, оценивать его структуру. Вот, можно выводить на один слайд два изображения, как вот здесь показано на нижнем слайде, но мы должны понимать, что у нас, чуть дальше это будет, анатомия яички такова, что сосуды идут от капсулярной артерии, то есть, пока огибающей, и они направляются к средостению, да, то есть, к тому месту, где яичка переходит в придаток. И мы можем оценивать кровоток, только поставив датчик в такой плоскости. Вот, поэтому если мы выводим изображение правого яичка, левого яичка, мы выводим это на один экран, замечательно, но если мы это делаем вот в одном срезе, как наверху показано, ну, мы здесь не можем вывести так, как надо, и, в общем, ни о чем, кроме того, что у человека два яичка, эта картинка говорить не будет, вот, поэтому это вот нужно понимать. Кроме того, что кроме яичка мы можем, в принципе, оценить и состояние семи выносящего протока, вот, это вот структура, которая, вот как здесь показано, она где-то, вот, от полутора до трех миллиметров в диаметре, вот, в нем есть, в семье, значит, протоки три мышечных слоя, то есть, продольный, поперечный, продольный, и просвет в норме составляет это 0,207 миллиметров, вот, как вот здесь вот показано, вот, как можно выявить, если мы поставим датчик выше яичка, поперек, то мы увидим вот такие множественные жидкостные структуры, при надавливании, при компрессии датчиком, да, у нас вот эти вот вены, которые видны, они сдавливаются, и у нас остается только, вот, собственно говоря, артерия фестикулярии, то еще как надавить, да, и у нас точно не меняется, собственно, семи выносящий проток, он останется неизменным, вот таким вот приемом мы можем оценить, как бы найти семи выносящий проток, оценить его состояние, если нужно. Вот, ну и дальше, собственно, о чем мы будем сегодня говорить, это вот семь разделов, это злокачественное образование метастаза, доброкачественное образование яичка, кистозное заболевание яичка, заболевание, которое не связано с яичком, это гидроцелия, варикоцелия, опухоль в мошонке, заболевание придатка яичка, это кисты, сперматоцелия, гранулемы, микрокольциноз яичка, боль в мошонке из-за перекрутой эпидемита и травмы яичка. Ну, напомню, нормальная анатомия у нас, вот этот правый слайд я использую в качестве обоев на рабочем столе, потому что очень часто приходится пациентам объяснять, что куда переходит, почему на фоне простатит развивается эпидемит и так далее. Вот, а левый слайд показывает нам, собственно говоря, кровоснабжение яичка. Яичка оснабжается из трех артерий, это основная артерия, это, собственно, артерия кремастерика, ой, извиняюсь, тестикулярная артерия, вот, вторая артерия, вот, артерия кремастерика, и третья, это артерия семяносящего протока, вот, то есть три артерии, которые проснабжают яички, ну и, соответственно, три бассейна для оттока крови по соответствующим венам. Как я и говорил, что у нас вот эта яичковая артерия, она приходит в яичко, дальше она вот, переходит в капсулярную артерию, и от нее уже, собственно говоря, к средостению яичка идут центрапитальные артерии и рекуррентные ветви, то есть мы при правильном положении датчика, при докторском исследовании можем видеть одновременно, видите, кровоток в двух направлениях, и то, и то является артериями, то есть это центрапитальные артерии и рекуррентные ветви вот этой вот капсулярной артерии. Вот, опять же, показано три, да, три артерии, семяносящего протока, рестикулярная и кремастерика. Ну, все помнят строение, да, просто напомню анатомию, да, у нас учили мы в институте, семь соев, это кожа, да, туника, дартес, наружносеменная фасция, мышцоподнимающие яичко, париэтальные вагаличные виски и вагаличные оболочки, ну и, собственно, белочная оболочка, покрывающая яичко. Септ делит яичко на где-то 250-400 долек, да, которые высланы семеногенным эпителем, и через эфферентные дуктулы, которых обычно там 15-25 таких вот трубочек, да, вот тут содержимое из яичек попадает уже в предаток, где происходит дозревание сперматозоидов, и дальше они попадают уже в семяносящий проток. Ну, нормальная анатомия яичко, в норме яичко оно гомогенное, однородное, вот с такой вот зернистостью. Зернистость является на самом деле артефактом, но для нас это привычная картина, и мы на это не обращаем внимания, то есть это вот норма, да. Предаток в норме он не увеличен, вот размеры, как показано, вот на маленьком сваре слева, где-то до 8 до 10 миллиметров максимально, вот, иногда, но не всегда удается вывести предаток полностью, вот как здесь показано, и мы можем померить объем яичко, есть формула, она в общем такая же, как и для простаты, то есть можно перемножить на 0,25, три размера, да, есть вот отдельная формула 0,7, 0,71. Ну, я думаю, что для простоты можно пользоваться привычной нам 0,25 коэффициентом пересчета. Вот, здесь вот при небольшом гидронефрозе, ой, здесь, в небольшом гидроцеле можно увидеть вот связку направляющей яичко, то есть это та связка, по которой яичко опускается в машон, на губернаколем тестис. Ну, в норме она не видна, только если есть небольшой гидронефроз, то не всегда это, она есть, эта связка, на самом деле. Вот, свидостение яичко, это вот среднее изображение, это мой снимок, я вот решил им поделиться, потому что вот тоже я увидел вот сюда сцене, он такой, он прям как будто что-то там инородное тело какое-то. Вот, в норме оно встречается практически больше чем половине случаев, его хорошо видно, вот, и, так сказать, тоже вот на правом слайде, вот, привесок яичко, да, гидротида моргания, вот, которая видна на фоне небольшого гидронефроза, да, вот, может быть вот такая вот киста моргания, тоже в привеске яичко, тоже это варианты нормы, то есть никакого большого особого значения они не имеют. Ориентация датчика при ЦДК, вот то, что я говорил, если мы ставим датчик в произвольный, да, мы скорее всего получим вот такую картину, то есть мы видим в поперечном срезе вот эти сосуды, для того, чтобы оценить кровоток в яичко, мы должны ставить датчик вот напротив средостения яичко, то есть напротив придатка, да, и мы увидим, что вот кровоток, он ближе к белочной оболочке, он выражен, и в области средостения вот практически не определяется, то есть там, где уже вот эти вот собираются трубочки, да, которые приходят в придаток, там сосудов очень мало. Иногда через яичко проходит так называемая трансмедиастенальная артерия, вот, это примерно вот в 52, ну не примерно, а точно, в 52 процентах случаев, иногда видна, видите, артерия и вена, как вот на этом изображении, и мы вот видим на доплеровском исследовании одновременно сигналы, типичный характерный, от артерии, и внизу мы видим такой монофазный кровоток низкоскоростной от яичко, вот этой вот вены, да, сопровождающей артерию. Вот, с одной стороны определяется в 50 процентах случаев, с двух сторон 25, ну отсутствует 25 процентов случаев, и могут быть множественные вот такие артерии внутри яичко, вот восьми процентов случаев. Почему это нужно, почему это важно? Потому что у нас могут быть вот такая вот картина, когда мы не можем интерпретить, ну как бы это не всегда понятно сразу, что это такое, да, это нормальная анатомия яичко, но вот наличие вот этой артерии, которая проходит через само яичко, через центр. Вот, и второй момент, это то, что, сейчас я посмотрю, покажу. Вот, наличие вот этой артерии, она может давать вот такие вот артефакты изображения. Вот, это достаточно такая неожиданная, не так сказать, картина неприятная, потому что не всегда понятно, что это такое, что с яичком. Да, на самом деле это вот артефакт, связанный с наличием сосуда. То есть, если мы видим вот такое изображение на экране, мы должны датчик попробовать поставить с другой стороны, то есть посмотреть яичко полипозиционно, скорее всего это обычно нормальное яичко с артерией. Вот, но в некоторых срезах выглядит оно вот так вот, пугающе, да, как неоднородное, с каким-то непонятным, то ли это инфаркт, то ли это там еще что-то хуже. Вот, и, наверное, последнее, то, что касается нормальной анатомии органов мошонки, это наличие, так называемых, вот, scrotal pearl по-английски называется, вот, или скротальных, там, мошоночных жемчужин, скротальных жемчужин. Обычно это встречается у таких, ну, сильно пожилых людей за 80. То есть, я вот видел неоднократно, но это всегда были очень сильно пожилые люди. Вот, считается, что это такие фибриновые образования, связаны с таким вот вялый текущим воспалительным процессом, неким, да, вот это какой-то сущенный вот эпителис белочной оболочки или что-то такое. Вот это нормальная анатомия, то есть не требует никаких экстренных мер фибрин. Вот, то, что касается злокачественных образований и метастазов в яичке доброкачественных образований, вот, сейчас разберем, ну, у нас еще будет лекция, насколько я понимаю, про яичка. Вот, это редкая опухоль, это 1-2% от всех злокачественных опухолей у мужчин, но при этом самая частая злокачественная опухоль у мужчин молодого возраста, то есть вот в пик 20-40 лет. Ну, факторы риска, крипторхизм и наследственность, наличие рака яичка у прямых родственников. Вот, чувствительность УЗИ, как я и говорил, 98-100%. УЗИ это основной метод диагностики, самый точный. Вот, и рак яичка, это вот такой очень хороший пример сдвига парадигмы, да, то есть после того, как ввели вот комбинированное лечение к операции, операция плюс химиотерапия вот с платиновыми препаратами платины, 5-летняя выживаемость, она превышает 95%, да, в отличие от того, что было там еще в конце 70-х, начале 80-х. Вот это вот опухоль, которую сейчас очень хорошо лечат, и, так сказать, даже вот была вот эта лекция на вот этом сайте SonaVault, там вот доктор говорит, что когда я такое вижу, я говорю, поздравляю вас, у вас рак яичка. Поздравляю в том смысле, что это хорошо лечится, и мы, так сказать, почти со стопроцентной гарантией вам поможем. Ну, чтобы как-то больных не шокировать таким диагнозом. Здесь представлена классификация ВОЗ образований яичка, доброкачественная, злокачественная, 99-го года. Нам она исключительно вот для понимания, что их много, да, мы, в общем-то, здесь не нужно их знать наизусть, да, просто понимать, что их может быть очень много, но чаще всего встречаются вот пять типов, про которые мы сейчас поговорим. Да, это вот герминогенные опухоли, это вот семеномы и несеменомы. Семеномы где-то 40%, несеменомные опухоли, это вот эмбриональный рак, который является наиболее злокачественным, более быстропрогрессирующим, тератома, корин карцинома, и большое количество опухолей имеет смешанный характер, когда у нас присутствуют клеточные элементы разных типов опухолей, и вот количество этих смешанных опухолей по некоторым авторам до 40% от всех опухолей. Ну, не герминогенные ледигомосертолиомы, ну и плюс могут быть метастазы. Вот семенома, как правило, это вот гипоэхогенное неоднородное образование, здесь показаны разные виды, да, просто множество изображений, и мы понимаем, что, допустим, эмбриональный рак семенома, вообще все опухоли, они выглядят примерно одинаково, это, наверное, главная мысль, которую мы должны из этой лекции вынести, что по ультразвуковой картине сказать, какая это опухоль, невозможно. Да, это все требует верификации, и любое образование яичка считается злокачественным, да, пока не доказано обратное. Тоже мы все это знаем. Вот смешанная опухоль, как я говорил, 35-40% всех опухолей яичка. Вот, и в данном случае, видите, здесь небольшая опухоль яичка с такими уже выраженными метастазами в лимфозоидорожной полости, причем опухоль, она небольшая, и есть такое понятие Бернаут. Опухоль, да, тумор, или выгоревший опухоль. Знаете? Знаете? Это опухоль, которая очень быстро развивается, практически молниеносно, и процесс неоангиогенеза, он не поспевает за прогрессией этого опухоля, что приводит к такой вспышке и достаточно быстрому некрозу первичной опухоли. За счет того, что недостаточно питания, за счет, так сказать, не успевающего за этой опухоли мелодмиогенеза, но она успевает дать метастазы. И вот в данном случае это у нас вот метастазы в легких с обеих сторон, это эмбриональный рак, 27 лет молодой человек, вот, и при этом при поиске первичного очага вот в яичке обнаружено было вот такое образование диаметром там, ну, порядка 5-6 миллиметров, да, а на самом деле это вот первичная опухоль, из-за которой, собственно говоря, и все это вот развилось. Вот, так что такое вот интересное явление. Ну, леди и гомо доброкачественное образование, ну, нет смысла фотографировать, еще раз, они все выглядят одинаково, по УЗИ специфическая какая-то картина для того или для другого типа опухоли нет, поэтому, вот, примерно в 10-15 случаях возможна малибнизация. Вот, ну, метастазы, да, в данном случае лимфомы, лекемия, вот метастазы меланомы. Еще, по-моему, нет такого слайда, но есть при лимфоме особенность такая, что у нас яички выступают таким, как по-английски санчуарием, то есть святилищем, да, то есть это может быть место, где метастазы лимфомы не попадают под действие системной химиотерапии за счет гемато-тестикулярного барьера. Вот, то есть такое вот явление есть, то есть они, вот эти вот клетки, они в организме погибают, да, а в яичке они сохраняются. Вот, и вот то, о чем говорил у нас, опять же, Александр Васильевич, вот случай туберкулезного эпидемиума архита после BCG-терапии. Вот, после BCG-терапии, это вот публикация 2005 года, даже их две, собственно, републикации, да, когда через там годы, через годы, да, выявляли вот так образование яички, и после удаления его выяснялось, что это вот туберкулез. Ну, резюмирующий слайд, да, семенома, самая частая опухоль яичка, да, провоцирующий факторы, крипторхизм и генетическая предположенность. Ультразвуковая картина не специфична, то есть только гистологически мы можем верифицировать, какого типа это опухоль. Кистозное образование яичка, как правило, доброкачественные, в большинстве случаев. Вот, в большинстве случаев онкомаркеры повышены, да, ЛДГ, альфетопротеин и автодогидрогеназа. Клеицид, СДК у нас выявляется усиление кровотока злокачественного опухоля. Микролитиаз сопровождает семеному в 30% случаев, чуть позже там про микролитиаз будет немножко отдельно. Ну, семенома может быть гипохогенная однородность с очагом некроза в центре, если она достаточно больших размеров. Корикарцинома, повышение х-бета-хГЧ, и, возможно, гинекомастия. Эмбригинальный рак наиболее быстро прогрессирующий, наиболее агрессивный. Ну, и пути метастазов, это пароортальные и воздушные лимфозы. Ну, и для самодиагностики существуют вот такие листовки, которые, так сказать, обучают мужчин, как надо проверяться и как надо, так сказать, у себя искать. Ну, практически, да, как при раке молочной железы. То есть, по схеме, по секторам показано, как это все прощупывать. Ну, актуально, потому что болеют в основном молодые люди. Вот, рекомендовано делать это раз в месяц, как вот написано. Раз в месяц, раз в месяц. Можно поручить кому-нибудь, я думаю. Вот, а кистозные заболевания яичка, ну, здесь такая широкая очень, такими широкими мазками классификацию сделали, потому что они, вот, и злокачественные образования сюда включили, вот, и гематому опухоли, тоже кистозное образование, обструкцию протухолопухоли. Ну, вот, такой слайд я сделал, я думаю, что надо пересмотреть будет в будущем. Вот, но то, что касается доброкачественных, это кисты белочной оболочки, кисты влагалищной оболочки, кисты самого яичка, расширение рета-тестис, там будут картинки, да, кистозная дисплазия, эпидермоидные кисты, ну, абсцесс яичка. Вот, кисты яичка достаточно частое явление, ну, где-то раз там может быть, ну, как часто, не особо часто, раз там два месяца, раз три месяца я вот их вижу. Вот, могут быть небольших размеров, могут быть, вот, практически яичка занимать, вот, но, как правило, это доброкачественное образование. Вот, эпидермоидные кисты, вот, симптом водоворота есть, то есть, такая неоднородная с циркулярными структурами, вот, возможно, кальцинаты по периферии, это кисты, как вот справа показано, ой, извиняюсь, сейчас, 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 что-то мы не туда куда-то ушли. Да. Вот, следующее, это вот, расширение сети яичка, как правило, это связано с обструкцией, либо в придатке, либо с неодносящего протока, тоже это нормальная картина, то есть, не требующая никакого, так сказать, дообследования, никаких там экстренных мер, вот это вот, расширение, вот это, рета-тест сети яичка. Вот, кистобелочные оболочки, то есть, она в самом яичке, опять же, мы не можем сказать, это кистобелочные оболочки, либо это кистоблагалищные оболочки, если нет гидроцелия. И еще двое вещи, о которых надо поговорить, это, по статистике, примерно у 10% людей, ну, мужчин, извиняюсь, да, есть остатки, нет, ну, мы проехали, узи-машонки, говорят, поэтому, у 10% мужчин, да, детей мужского пола, у 10% в яичке есть остатки ткани надпочника, да, которые в обычной жизни никак не проявляются, но при, как здесь показано, вот, врожденная надпочниковая гиперплазия, когда у нас мало гормонов, гипофиз начинает активно вырабатывать кортикотропные гормоны, да, и у нас на этом фоне может быть увеличение надпочников и появление, в кавычках, опухоли в яичке, да, который потом при удалении яичек оказывается, собственно говоря, тканью надпочника. Вот, тоже надо об этом помнить и, так сказать, может быть, в некоторых ситуациях назначить лечение по поводу вот этого заболевания надпочников и понаблюдать за этим образованием в яичке. Оно может уйти на фоне, вот, собственно говоря, назначения стероидов, да, вот это образование в яичке, вот, которое связано с наличием такой простимулированной ткани надпочника, оно исчезнет. Ну, абсцесс яичком характеризуется здесь немножко неудачный слайд, характеризуется снижением кровотока, вот, и вот здесь вот показывает инфаркт яичка после перекрута, да, у нас, так, гипоэкогенная зона с отсутствием кровотока, ну, тоже, вот, просто для диф-диагностики. Абсцесс обратно. Абсцесс в студию. Вот, ну, здесь он не очень хорошо показан, просто неоднородное образование в яичке. Опять же, это надо все сопоставлять с клиникой, да, понятно, что абсолютно интактного пациента без температуры, без жалоб, абсцесса не будет, да, то есть, это все достаточно четко коррелирует с его состоянием. вот, и вот здесь такое редкое наблюдение, слава богу, редкое, это инфаркт, центральный инфаркт от яичка после герниопластики, то есть, при операции, так сказать, при формировании упахового канала, так зажали семенной канатик, что, в общем-то, привело это к инфаркту яичко. вот, заболевание, которое не связано с яичком, то, что касается гидроцели, это простейшая ситуация, где, в общем-то, и без УЗИ все понятно. вот, на фоне гидроцели, опять же, можно выявить и придатки, привесок яичка, идти до моргания. ну, гематоцели, пиоцели, это вот неоднородное содержимое, вот на самом крайнем слайде, слева, показаны вот такие фиброзные отложения, да, с перегородками фиброзными, вот, и вот этот слайд, как вы думаете, что это? Где вы, простите, на знак? А? Ну, это не гематома, я не буду вас мучить, это всегда такой неловкий момент на лекциях, когда спрашивают зал, а все молчат. Это, на самом деле, протез. Это протез яичка после удаления яичка, только и всего. Выглядит он вот так вот, силиконовый. Брикоцели, такая большая, важная, обширная тема, 15% мужчин, ну, давайте возьмем эту цифру, потому что очень сильно отличаются данные, я все время вычитал, что было исследование, которое выявило что признаки варикоцели у 86% обследовали. Вот, ну, это максимум. Вот, у 40% мужчин с бесподиумом, что позволило, так сказать, связать эти два явления между собой. Часто, чаще, у спортсменов, то есть кто занимается тяжелоатлетикой, поднятием тяжести, это вот 29%. Ну, соотношение правосторонней, левосторонней, 1 к 10. Почему мы чуть позже поговорим. И, чтобы нам отличать норму от патологии, скажем, что в норме диаметр вен глазовидного сплетения, он не превышает 2 миллиметра, то есть 0,5 в покое. Ну, в смысле, лежа или стоя? Наверное, скорее так вопрос можно поставить. Ну, вот в арикоцели. Ну, и припробивая соли тоже не должно увеличиваться. Вот. То, что касается лазовидного сплетения, то здесь, к сожалению, я изображение для вен не нашел, но они, собственно говоря, повторяют вход артерий, выделяют переднее и заднее сплетения. Я думаю, для большинства из вас, если не для всех, это новость. Для меня тоже стало новостью, потому что это такая не очень в практике применимая вещь. Ну, вот переднее сплетение, оно образовано ветвями яичковой вены. Заднее сплетение, это, собственно, вены семяносящего протока и мышцы, поднимающие яичко. Что может затруднять диагностику в арикоцели при УЗИ? Ну, во-первых, наличие гидроцели и при этом сдавление гидроцели сосудов, холод за счет сокращения, приводящего к сокращению мускулеский мастер, ожирение, ну, и в том числе опыт врача, потому что все-таки в арикоцели это не так просто, это нужно научиться хотя бы, ну, не знаю, 15-20 исследований сделать, чтобы научиться в этом являться. Вот. Является ли в арикоцели причиной бесплодия? Ну, я думаю, что все мы знаем, что это такая тема обсуждаемая и нет окончательного решения. Почему, собственно говоря, не удается прийти к каким-то окончательным выводам? Во-первых, мы все знаем, что нет корреляции между степенью в арикоцели, да, и тяжестью, так сказать, нарушений и спермограмме. Вот. У части пациентов не наступает улучшение качества спермы, да, после операции по поводу варикоцели, то есть, что можно сказать с сопутствующими заболеваниями. Вот. Большинство исследователей не учитывали возможности рецидива, то есть, они считали, что эффективность их операции 100%. Вот. Беременность, как мы сами понимаем, зависит не только от мужчины с варикоцелем, с варикоцели, прооперированным, да, но и от женщины. И плюс, при большинстве случаев, при попытках выявить связь между операцией и улучшением качества спермы, да, при диагностике варикоцели ультарозаковое исследование не применялось, да. Поэтому все, большинство вот этих исследований, они все грешат вот такими вот недостатками. Вот. Ну, мы все учили в институте, что варикоцели может быть идиопатическое, симптоматическое, да. На самом деле, вот, я нашел шесть причин варикоцели. Это несостоятельность венозных клапанов, и некоторые авторы считают, что это вообще основная причина варикоцели. Вторая, это аномалия формы расположения вен. Вот. Два, ну, синдрома, это синдром щелкунчика и синдром Мэй Тернера. Это спленоринальные шунты при портальной гипертензии. Ну, опять же, как мы вот говорили, изначально симптоматическая варикоцели при наличии объемных образований. Там, почки, забрюшинного пространства, стомбозом почечной вены, и занятие тяжелой атлетикой. То есть, это все может приводить к варикоцели. Ну, синдром щелкунчика, это вот так называемый аортомезонтериальный пинцет, то есть, давление почечной вены левой между верхней брюшечной артерией и аортой, да, которая, так сказать, усиливается при выполнении пробы вальсальва и приводит к тому, что повышается давление в почечной вены, в системе почечной вены вот левой, и, соответственно, у нас кровь начинает поступать не снизу вверх, как положено, от яичка к почечной вене и нижней половине, а наоборот, от почечной вены к яичку с развитием варикоцели. Вот. Здесь показан вот механизм вот этот аортомезонтериального пинцета, так вот красиво. И второй момент то, что валькоцели может быть и следствием недостаточности венозных клапанов, и это может быть таким местным проявлением системного процесса. То есть, это может сочетаться с варикозным врушением вены нижних конечностей и является таким вот частным случаем досистемного процесса. Синдром Мэй Тернера. Это вот такая спорная концепция. То есть, это с давлением левой подвздошной вены, соответственно, правой подвздошной артерии. Вот. Опять же, с повышением давления в этой системе левой подвздошной вены и с развитием рефлюкса по системам вены семяносящего протока и вены кремастерики. Вот. Варикоцели, ну, мы все помним самую простую классическую, да, клиническую классификацию варикоцели по Думен Амилар. Это 1978 год. Самая простая. То есть, первая степень, когда определяется только при пробе вальсалио, прощупываются расширенные вены. То есть, вторая степень, когда они определяются в покое. Ну, и третья степень, когда они видны на глаз без пальпации. Их очень много. Сейчас я покажу. Просто это вот самая простая, ну, самая такая вот, просто, как бы, клиническая, можем ее назвать. Да, вот здесь показано, как вот варикоцели третьей степени, когда вот эти вот расширенные вены, они видны вот через кожу. Есть классификация CoilSide 80-го года. Как раз она вот учитывает возможность рефлюкса не только из почечной вены, но и рефлюкса из подвздошных вен. Да, из подвздошной вены. Это вот варикоцели первого типа, это вот рефлюкс из почечной вены яичковой. Варикоцели второго типа, CoilSide, это вот рефлюкс из подвздошных вен. Вена Кремастерика и вена Duxus Deference. И третья, это комбинация вот этих двух типов. Вот, честно скажу, никогда не встречала нигде, ни в выписках, ни в паузе, нигде, чтобы кто-то этим пользовался. Но хотя бы теоретически мы должны об этом узнать, что такое вот существует. Есть классификация с Ортески, ультрусковая классификация варикоцели. Ну, тоже вот насколько это необходимо пользоваться этой. Во-первых, еще раз говорю, никто не пользуется, это раз. Не пользуется даже минимальными какими-то требованиями для диагностики варикоцели. Мы тоже проговорим. Но она существует, на нее часто ссылаются, она присутствует во всех руководствах. Ну, опять же, еще вопрос, есть ли нужда классифицировать варикоцели по такой сложной системе, если у нас нету прямой корреляции между степенью варикоцели и выраженностью беспользования для нарушения. Поэтому здесь вопрос для информации. Вот. Итак, что мы, собственно говоря, оцениваем при УЗИ, когда мы диагностируем варикоцели. Во-первых, это наличие расширенных вен на высоте пробы вальсальвы. Вот. То есть, это вот диаметр должен быть не больше, не меньше двух с половиной тире трех миллиметров. Тоже нет единого нигде параметра, да. Ну, я обычно три миллиметра использую. Если больше трех, можно уже говорить, что есть варикоцели. Вот. второй вопрос протяженность. То есть, мы можем оценить и должны указать, доходит ли до верхнего полюса яичка до середины яичка до нижнего полюса. Вот эти варикозные расширенные вены тоже указываем. Третье. Есть ли рефлюкс при выполнении пробы вальсальвы. То есть, у нас есть физиологический рефлюкс, который очень кратковременный. При выполнении пробы вальсальвы в течение, там, до двух секунд у нас может быть ротоградный кровоток, который очень быстро проходит. Вот. Об этом надо помнить. Это вариант нормы. И обычно, вот, мы пробы вальсальвы проводим минимум в течение 10-15 секунд. Вот. Я делаю лёжа, но на самом деле здесь надо делать и лёжа, и стоя. Ну, так сказать. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причину. Да. Поэтому, если вы хотите найти вальсальвы надо ставить и смотреть и стоя, и лёжа, да. Чтобы уже быть уверенным, что это диагноз поставлен. Правильно? А? Много ущества в обществе я не делаю. У нас много чего не делается. Я сейчас тоже про это поговорю. Потому что вот здесь вот показаны, собственно говоря, варианты рефлюкса. это субклиническая варикоцеля, когда у нас чуть больше, чем 2 секунды есть рефлюкс, как показано на самом верхнем профиле. Следующий это уже примерно соответствует второй, третьей, четвёртой стадии. Четвёртая линия, четвёртый профиль, скажем так, это постоянный рефлюкс, который не зависит от от пробы вальсалевы. То есть, постоянно кровь сбрасывается вниз. И вот самый последний, предпоследний, физиологически, это как раз понятно всё. А последний, это уменьшение ретроградного тока крови на высоте пробы вальсалевы. Вот, казалось бы, это такая парадоксальная реакция. Связывает это с тем, что при напряжении мышц брюшного пресса у нас в области внутреннего пахового кольца мышцы сдавливают эту вену и кровоток уменьшается. Ретроградный кровоток, при этом на пробы вальсалевы становится меньше, чем в покое без пробы вальсалевы. Такое тоже бывает. Вот, четвёртый, смотрим, опять же, если рефлюкс спокоит, то есть без пробы вальсалевы его желательно определять и лёжую историю. Еще очень важный момент, есть ли рефлюкс на уровне пахового канала? Такой вопрос в общем. А конкретно нас интересует, есть ли рефлюкс на уровне пахового канала справа, потому что истинное правостороннее варикоцеле сопровождается с ретроградным током по яичковой вене, соответственно, сверху вниз от нижнеполой вены вниз к яичку. Если этого нет, то возможно, что расширение вен в правой половине мошонки связано с тем, что у нас происходит сброс крови по коммуникантным венам из варикоцеле, которые у нас слева. И возможно, что здесь нужна операция только на одной стороне. То есть, если мы уберем варикоцеле слева, у нас вот это варикоцеле расширение справа тоже исчезнет после операции. И опять же, то же самое, что я говорил, но это, собственно, кусочки с той же изображения. То есть, у нас может быть и пробио вальсального самый крайний вариант. То есть, может усиливаться кровоток, может не меняться. И самый крайний вариант за счет давления области плохого кольца у нас может этот рефлюкс уменьшаться. То есть, кровоток ретроградные уменьшаются. Седьмое. Бывает ли расширение вен гроздевидного сплетения без рефлюкса на высоте промо-вальсального? Вопрос мне задали на прошлом цикле для андрологов и предвосхитив его на слайде. И значение неясно, потому что непонятно, с чем это может быть связано. Возможно, это проявление как раз рефлюкса из подвздошной вены, но чем-то померить это по какой-то линейке мы не можем. Вообще, вот этот синдром Мэйя Тернера это такая, в общем-то, больше умозрительная теоретическая вещь, чем то, что можно использовать на практике. И опять же, вопрос, возможно ли, мы говорили, что есть переднее и заднее сплетения гроздевидного сплетения. Можно ли выявить расширение отдельно вот этих сплетений нет. То есть, здесь вообще непонятно, влияет ли вот это синдром Мэйя Тернера на развитие варикоцелли, и как его диагностировать тоже непонятно, тем более, что вот между вот этими передним и задним сплетением очевидно существует местомоз, коммуникация вены, которые нам не позволяют диагностировать это расширение отдельно. И после варикоцеллоктомии ультразвуковое исследование преследует три цели. Это выявление рефлюкса, то есть это может говорить о том, что все перевязали вены, наличие отсутствия ишемии, потому что возможны повреждения яичковой артерии. И в редких случаях, все мы знаем, развивается после варикоцеллоктомии водянка, которая может потребовать повторной операции. Уже по поводу водянки. Внутри яичковой варикоцелли я в своей жизни ни разу не видел, может кто-то видел из вас. Это расширение вен, который находится непосредственно в самом яичке. Такая пугающая картина справа, но если мы включим доплер, мы увидим, что это на самом деле сосуды, ничего такого пугающего, страшного нет. это не опухоль, но это как раз варикоцелле, который гарантированно сочетается с болевыми ощущениями. Может при этом отсутствовать расширение генгроздиевидного сплетения. Часто появляется это после орхопексии, то есть при геткархизме. И очевидно сопряжено с тяжелым нарушением сперматогенеза, потому что здесь явно кровоснабжение такого яичка нарушено. что делать у варикоцелле у подростков? Опять же это не наши данные, наши заокеанские партнеры считают, что показаны операции только в случае гипотрофии яичка. И гипотрофия имеет четкое определение. Это уменьшение объема более чем на 2 мм, если это размер яичек, до 10 мл объем яичка. Или разница между яичками больше чем 25%. Если это относительно большие дети, объем яички больше 10 мл. Это считается гипотрофией. Ну и последний слайд по поводу варикоцелле. Много таких нюансов было показано, но если мы возьмем учебник 2013 года, это урология Дональда Смита. Я думаю, что у вас у многих есть русский вариант дома. Да, и мы откроем то, что касается варикоцелле, здесь написано просто диаметр больше 3 мм, наличие ретроградного кровотока при выполнении пробы вальсального. Все. Сколько этот рефлюкс должен быть? Меньше двух секунд? Больше двух секунд? Квасть больных? Ставить их на ноги? Ничего не написано. Хотя это 18-е издание одного из ведущих руководств общего мира по урологии. Я думаю, что мы должны придерживаться вот этих критериев. Есть рефлюкс больше двух секунд, есть расширение на высоте пробы вальсального больше 3 мм, значит имеем право ставить диагноз варикоцелле. К сожалению, в большинстве случаев даже это не указывается в наших протоколах. И я вижу часто, что не пишут есть или нет ретроградный кровоток, не указывает диаметр вены. то есть пишут кто-то пишет варикоцелле есть, кто-то пишет варикоцелле нет, причем может быть ситуация, что пишут нет, оно есть, пишут есть его нету. То есть, в общем, полная неразбериха и приходится разбираться самому. То, что касается вне яичковых опухолей мошонки, да, они встречаются гораздо реже, чем опухоли яичка. Самая частая опухоль, это доброкачественная опухоль вне яичковой, это аденоматоидная опухоль. аденоматоид, это самая частая опухоль вне яичка. Могут быть фибромы, липомы, нейрофибромы, остатки на почечной ткани. Может быть еще, вот я не сказал, еще есть такое понятие спленоганадное слияние, когда у нас в мошонке может оказаться какой-то непонятной ткани, которая на самом деле является долькой селезенки. такое тоже бывает, спленоганадное слияние называется. Я ни разу не видел, но теоретически такое возможно. Ну и вот, собственно, аденоматоид, вот она показана, это однородное, гомогенное, то есть либо изо, либо гиперохогенное образование, которое, в общем-то, является доброкачественным, не требует никаких действий. На что надо ориентироваться? Ну, на самом деле на размер. Если это опухоль маленького размера, до сантиметра она может быть, так сказать, может за ней наблюдать. Если это уже большое образование, естественно, вероятность того, что длокачественное образование гораздо выше, и тогда уже более агрессивно мы должны себя вести. Ну, вот такие редкие опухоли, тут леомиома канатика, рабдомиосаркома, яичка, да, то есть это такие очень редкие опухоли, единичные. Вообще, вот это тоже леомиосаркома, яичка. Так, дальше, ну, собственно говоря, хронический эпидемид, как мы все с вами понимаем, очень часто явление, как правило, придаток утолщен, болезнь при пальпации, неоднородный, вот, могут быть кисты в нем определяться. Вот, если это какой-то острый процесс температуры, то мы обязаны посмотреть сделать доплевское исследование, так сказать, убедиться в том, что правоснабжение не нарушено, у нас не формируется абсцесс, да, придатка, гномер расплавления. Вот, здесь показано, вот, расширение сети придатка, там мы видим, расширение сети яичка, да, здесь вот, расширение сети придатка, после вазоктомии. Операция, которая у нас практически не выполняется, у меня за всю мою, так сказать, историю, было двое пациентов, которые пришли, с просьбой сделать вазоктомию, с целью контрацепции, и оба были иностранцы. Один был немец, с немецким паспортом, второй уже не помню кто, ну, то есть так, чтобы... Ну, так называют, вот, но смысл в том, что в Америке это очень распространенная процедура, очень распространенный метод контрацепции, у них целая вот индустрия, на баннерах, на улице написано, что мы делаем там вазоктомию, там, без разреза, там, еще что-то, и опять же, есть операции по восстановлению проходимости вот этого семя-выносящего протока. И, еще одно осложнение, которое может возникать, ну, для нас, опять же, представляет теоретический интерес, а в Америке это актуально, это развитие гранулемы. То есть, гранулема, это резко болезненное образование, которое является результатом выхода сперматозоидов в окружающей ткани, ну, при недостаточно хорошо перевязанном, собственно говоря, семя-выносящем протоке. Вот. Поскольку она является такой антигенной структурой для нашего организма, да, оно вызывает такой очень бурный иммунный ответ, да, и это вот, такие гранулем, они требуют хирургического лечения, удаления. Ну, сперматоцели, да, кистопритатка, они могут быть, в общем, любого размера, да, могут имитировать водянку, ну, тоже никакой трудности для диагностики не представляют, это вот, округлые гиперхогенные образования, иногда, вот с таким вот содержимым, может быть, так, микрокальциноз, ну, микрокальциноз считается результатом фогоцитоза дефектных клеток сертоли, с последующим отложением в них соли и кальция, вот, выглядит это на ультразвуке, вот так, то есть, множественные гиперхогенные структуры, диагноз ставится, если мы можем в одном срезе увидеть больше пяти кальцинатов, вот, то есть, может быть, есть микрокальциноз, если мы в одном срезе видим пять кальцинатов, и больше, но здесь вот их явно больше, могут быть диффузно расположены, могут быть, как вот на этих слайдах, только вот в одном месте в яичке, да, вот, здесь вот два варианта показаны, вот, считается, что это наличие, ну, считалось, скажем так, что наличие микролитиаза может быть предвестником опухоли яичка, и часто при наличии опухоли выявляется микролитиаз, как здесь показано, да, вот семеномы и микролиты, вот эти вот, смешанные опухоли тоже, вот, но провоцирующими факторами, то есть, когда чаще встречается микролитиаз, является вот, синдром дауна, синдром клиентфильтра, ВИЧ-инфекция, опухоли яички, снижение фертильности, и результат лучевой терапии, вот, встречается по статистике у пяти с половиной процентов мужчин, вот, 14 процентов от ААА, я в прошлый раз когда читал лекцию, хотел, вернее, я была готова к шутке, что это не анонимные алкоголики, как можно было подумать, но я забыл, кто это, вот, сейчас, в итоге, я сделал себе сносочку, что это афроамериканцы, вот, у афроамериканцев, да, у них в 14 процентах случаев есть некрокалицинеты, вот, у белых мужчин, вот, пять с половиной, почти в три раза реже, вот, требует ли мы наблюдения, ну, вот, спорный вопрос, потому что, с одной стороны, были рекомендации, они есть, что надо, раз в году делать УЗИ, для исключения опухоли, вот, с другой стороны, вот, в литературе описано, только пять случаев появления опухоли, на фоне, при длительном наблюдении, за пациентами, с микрокалицинатами. Ну, и вот, собственно, то, что я вам говорил, 2016 год, что делать с микролитиазом, вот этим яичко, да, ну, вот написано, что при наличии каких-либо факторов, предрасполагающих развитие опухоли, как то, наличие рака яичко у родственников ближайшего, наличие криптархизма, наличие атрофии яичко, и какие-то другие, то нужно делать раз в году, так сказать, делать УЗИ, и брать онкомаркеры. Если никаких, так сказать, вот этих факторов нет, рекомендовать пациенту раз в году делать самостоятельно пальпацию яичко. Вот о чем я и говорил, что такая очень спорная рекомендация, да, наверное, проще все-таки раз в году пациента пригласить и посмотреть его на УЗИ. Это 2016 год. Вот. Боль мошонки, ну, два момента, это перекрут яичко и эпидемид. Вот. Ну, причины, ну, кроме этого, это может быть перекрут гидатиды яичко, гидатиды придатка, всего пять, да, вариантов есть вот этих вот привесков. Симптомом является, вот так называемый, симптом голубой точки, я думаю, что мы все помним, да, из тропедевтики, то есть это болезненность, и через кожу просвечивает, там видно, вот это вот, перекрут кисты, как бы такая синего цвета точка под кожей. Вот. Кроме этого, может быть ущемленная паховая грыжа, гематома после травмы, ну, и, как вариант, это геморрагический воскуликт. Вот такая симпатичная картинка. По поводу перекрута, нужно понимать, что операцию надо делать в течение ближайших шести часов, да, что является клиническими признаками перекрута яичко, это резко возникшая боль, да, на фоне, в общем, полного здоровья, вот, яичко подтянута кверху, и, как правило, она располагается горизонтально, в мошонке, вот это яичко на стороне поражения, оно расположено горизонтально, почему я сейчас покажу. Очень хорошая статья, подробная, вот по поводу перекрута яичко, если кому-то будет интересно, можно ее найти, ну, не могу подсказать, где найти. Это вот 2006 года, очень большая подробная статья, из которой, собственно, вся информация, которая сейчас будет, она и где-то. Вот. Ну, перекрут яичко, он, мы рассматриваем внутри вагаличный, потому что вне вагаличный перекрут может быть только у новорожденных, либо еще во время внутриутробного развития, связанного с тем, что наружный весток вагаличной оболочки, он непрочно связан с окружающими тканями, вот, у взрослых людей, у подростков это всегда внутри вагаличный перекрут, и связано это с наличием вот такой вот деформации по типу языка колокола, или Белл Клэпер по-английски, да, вот, если мы в норме, мы видим вот там вот эту губернакульную тесте, связку, которая крепит яичко, внизу, у нижнего полиса, то при развитии вот такой анатомии, скажем так, да, как язык колокола, у нас прикрепление, у яичко, оно на таком узкой ножке, да, которое может вот перекрутиться. И еще одна картинка тоже, я вот такого не видел, но, может быть, просто представлять себе, что есть еще понятие мезорхий, вот, мезорхий, это как раз вот место, где яичко соединяется с придатком, и вот эти вот трубочки, они могут быть тоже удлинены, и, соответственно, возможен перекрут в этом месте, в том числе, когда у нас придаток нормально кровоснабжается, а яичко перекручено, вот, и как раз вот показано, почему при перекруте, у нас яичко располагается горизонтально, да, вот, то есть, из первого года рисунок. То, что касается исследования в серой шкале, тоже достаточно старое исследование, это 1997 год, мы можем сказать, что при наличии изменений в яичке, без доплера даже, мы можем уже сделать прогноз, то есть, если мы видим, что яичко неоднородно, понимаете, вот, соответственно, оно не жизнеспособно в 100% случаев, увеличение размера, в редких случаях жизнеспособность чаще всего нет, это второй столбик, третий столбик, утолщение стенки мошонки, да, отек мошонки, нежизнеспособность в 100%, ну, практически, видите, тут, только 70% случаев, наличие гидроцелия, вот, ну, примерно 50 на 50, да, и, если выявляется кровоток, то яичко, как правило, жизнеспособным. и, второй момент, да, это, как раз, вот тоже говорит о эхогенности и, паренхема яичка, да, то есть, если эхогенность нормальная, то, соответственно, у нас, вот, почти 90%, что яичко можно будет сохранить, если есть гипо- и гипоэхогенные очаги, то, скорее всего, яичко уже погибло. Прогноз при перекрутии яичко, тоже, это не надо, вот, последние данные, да, что, если мы делаем операцию в течение 6 часов, то вероятность спасти яичко 100%, от 6 до 12,70, до суток 20, да, если больше суток, то практически равно нулю. Я могу сказать, что, к сожалению, я только раз в жизни диагностировал перекрут и сделали операцию, яичко спасли. К сожалению, во всех остальных случаях это уже пациенты, которые много дней, а то и много недель лечатся от эпидемита, вот, и поступают к нам уже на ортоктомию. К сожалению, это диагностируется плохо, выявляется плохо и заканчивается все потеря яичко. А это еще, к тому же, актуально, что часто это двусторонний процесс, на самом деле. Такая анатомия, она часто с обеих сторон располагается. Вот. Ну, и самый простой способ диагностики, это наличие и отсутствие кровотока, собственно говоря, в яичке, то, что можно очень легко посмотреть. Вот. Тоже я вот всех докторов наших в пленом покое проинформировал, скажем, скажу, проинформировал, что надо смотреть кровоток в яичке, при боли в мошонке, потому что это самый простой способ, в большинстве случаев работающий, для диагностики перекрута. отсутствие кровотока. Ну, как я говорил, начинать, естественно, со здорового яичка, потом смотреть уже то, которое болит. Вот, какие есть симптомы. Ну, вот симптом водоворота или бычий глаз определяется на 2-3 сантиметра выше яичка и, соответственно, опуская датчик в горизонтальном положении сверху и вниз, мы можем видеть, как он закручивается. Вот эти структуры перекручены, они вот так вот, как вентилятор винтом закручиваются, да, и можно определить при этом, собственно говоря, в какую сторону латерально или медиально произошел перекрут, потому что будет свайд, там примерно может быть будет свайд, может быть нет, но примерно 50 на 50 на самом деле, то есть мы нет какого-то характерного для яичка направления и определив, так сказать, куда произошел перекрут, можно попытаться его раскрутить, если нет условий, возможности сделать операцию. попытаться таким образом яичко спасти. Вот, симптом верхушки айсберга, опять же, вот эти перекрученные структуры, они становятся гиперхагенными, дают такую вот четкую акустическую тень. Узел перекрут, да, когда у нас вот, вот эта вот, опять же, структура, они выглядят вот так, то есть не как там водоворот, да, а как какое-то образование в яичке, но опять же, это надо все соотносить с клиникой. Ну и, собственно говоря, то, что мы говорили, язык колокола, да, в сравнении с нормальным расположением яичко, опять же, и то, и другое на фоне гидроцели, потому что иначе мы не можем оценить это. Вот это показано. Вот, нужно понимать, что в некоторых случаях при перекруте яички перекрут может быть неполным, и у нас может сохраняться кровоток в яичке. Вот такое тоже возможно. Вот, как показано здесь вот, да. плюс, есть понятие еще такое, как приходящие перекруты, да, торшин-деторшин, синдром, да, синдром торси-деторси, когда у нас яичко перекручивается периодически, потом он раскручивается самообратно, и такие пациенты, я думаю, у вас тоже были, которые приходят, иногда резко заболит, потом отпустит, то есть тоже нужно задуматься, не является ли это, так сказать, признаками перекрута. Вот, когда у нас может быть обеднение кровотока, да, которое может опять же имитировать ишемию, и мы можем, так сказать, заподозрить перекрут. Это, во-первых, небольшие размеры яичка, то есть у детей, когда кровоток может не определяться. Это наличие гидроцелия, гематоцелия, которые также сдавливают сосуды, тоже нарушают кровообращение. Это системный баскулит, вот узелковый полиартерит, системная красная волчанка. Может быть, объединение кровотока при выраженном отеке мошонки за счет того, что такая толстая стенка, она гасит сигнал, да, и мы, в общем, то, что мы обсуждали в самом начале, как при сокращении мышцы, поднимающей яичко. Вот, может быть, инфаркт яичко, в частности, вот при эпидемите, вот, и некоторые гематологические заболевания. То есть в некоторых ситуациях у нас может быть нарушение кровообращения, яичко не связано с перекрутом, это тоже надо помнить. Хотя это, конечно, такие эксклюзивные ситуации. вот, и вот то, что я вам, да, как раз то, что я говорил, перекрут, так сказать, по часовой, ну, как латеральным, идеальный по часовой стрелке, противочасовой, да, ну, вот, соотношение 46 на 54, то есть примерно 50 на 50, это вот при обследовании 81 пациента, да, статья опубликована в журнале урологии, да, в 2018 год. Вот, так что, можно оценить, куда она поворачивается, но примерно 50 на 50. Вот, ну, и здесь показаны уже дегенеративные изменения после перекрута яичка, то есть, как правило, это, вот, уже видеть неоднородное, с гипофагенными участками, с отсутствием кровотока, вот, таких вот пациентов, к сожалению, я видел достаточно много. Я вот почему и спросил Игорь Вячеславовича Лукьянова, вот в его представлении какой процент все-таки вовремя диагностированы на перекрутов, ну, он тоже не ответил. Уж я видел, вот, действительно, всего один раз в свою жизнь, к сожалению. Какие же изменения после пересечения как-то? Ну, как сказать, атрофия, я могу сейчас показать, вот, тоже, это не мои изображения, но у меня такие же, есть свои тоже, когда через 8 лет после перекрута человек пришел, вот, яички ему не удаляли, поболело, прошло, был где-то на рыбалке, там, или где-то еще, но в итоге, через 8 лет, вот, от правого яичка, у меня от левого яичка, там, осталась тоже такая маленькая структура, гипоэхогенная. Вот, а то, что касается перекрута, привеска, слава богу, нас, скорее всего, с вами это не коснется, потому что это патология, которая только в детском возрасте встречается, вот, всего, есть 5 вариантов, вот этих привесков, да, придатка, придатка семеносящего протока яичка, чаще всего, это перекрут, придатка яичка, вы видите, 92 процента, 92 процента, всех перекрутов, это вот, перекрут, придатка яичка, и тактика, как правило, консервативная, то есть, если мы исключили объемный процесс, там, исключили там, какие-то, боли, опасные вещи, то, не оперируют, наблюдают, это все проходит, ну, острый эпидемид, это вот, усиление кровотока, здесь, самое главное, исключить, вот, зоны с нарушением, баскуляризации, потому что, они могут соответствовать формированию абсцесса, в придатке, ну, и, собственно, вот, абсцесс яичка, да, вот, с этим, симптомом, баскетбольной корзины, да, когда у нас усиленный кровоток по периферии, и отсутствие кровоток в самом, вот, этом образовании, так, ну, и последним, собственно, это травма яичка, ну, здесь все достаточно просто, ну, во-первых, надо сказать, что белочная оболочка достаточно прочная, и для того, чтобы, повредить, требуется давление в 50 килограмм, вот, опухоль, яичко, может быть причиной разрыва, даже при минимальном воздействии, разрыв, да, и, если есть, допустим, там, травма яичка, да, там, допустим, гематома, то, за ней нужно следить, потому что, если это гематома, она достаточно быстро уменьшится в размерах, да, если это образование, оно останется, и должно быть поводом уже для операции, операции, и, в любом случае, мы должны понимать, что, вот эта гематогенная ткань, она очень, почему, собственно говоря, надо оперировать, почему надо делать ревизию, мошонки, если у нас есть разрыв девочной оболочки, или подозрения на разрыв, потому что, когда наша иммунная система встречается с тканью яичка, впервые, это приводит к образованию антител, и развитию в последующем аутоиммунного безподня, поэтому, здесь, лучше сделать ревизию, если есть сомнения, чем пропустить, вот этот разрыв. Ну, здесь показано, вот, размножение яичка, да, полное, с левой стороны, гематоцелли, вот, гематома самого яичка, ну, возможны варианты при травме. И, здесь еще, вот, пару слайдов, это, расширение, семи выносящего протока, при обструкции, да, то есть, видно, что он явно расширен, выглядит вот таким вот образом, такая, ячеистая структура. Вот, и последний, пожалуй, слайд, это, синдром Циннера, я о нем не знал, до последнего времени, но, в прошлом году, было подряд, два пациента, как он осводится, закон о парных случаях, два пациента, в течение месяца. Синдром Циннера, это врожденное заболевание, это, агенезия почки, с обструкцией семяносящего протока, и с, наличием больших размеров кист, семенного пузырька. Вот, в данном случае, это был молодой человек, который как раз, те, немногие снимки, которые я сделал сам, да, это вот, видно, на этой стороне, это вот, расширенный, семенной пузырек, да, с таким, с кистозным перерождением, отсутствовала левая почка, и, предаток, вот он выглядел, видно, на, с этой, все с одной стороны, да, и, предаток, он выглядит вот так, то есть, вот предаток яичка, который никогда, с окружающей средой, не сообщался, вот, и, я тут рассказал, у меня, здесь, друг, Елена Васильевич Безруков, профессор, говорит, что такая интересная вещь, он говорит, а мы эти фильмы выпустили, в первом меде, мы, несколько человек прооперировали, я говорю, а что оперировали, понимаешь, они все пришли, с выраженной дежурией, за счет того, что вот эти, вот эти, вот эти, кистозно-перерожденные, семенные пузырьки, сдавливали, мочил пузырь, у них у всех была такая, постоянная пазла в стволе, ну, как, опухоли, вот, и мы, липроскопически, истекали вот эти, вот, семенные пузырьки, очень редко, я вот, сказать, 20 лет проработал, не видел, на 21-й, попалась, вот, ну, и напоследок, еще раз повторюсь, вот те же самые книги, и, опять же, где можно их, обнаружить, скажем так. Вот, все, спасибо за внимание. это очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.